Работает он по принципу сочетания утрозвуковых и инфракрасных датчиков. Утрозвуковые датчики определяют за расстояние, то есть до препятствия какого-то. Инфракрасные определяют неровности на дороге, которые есть. Когда он видит, допустим, препятствие с правой стороны, вот сейчас я приношу, есть препятствие, он с рвоприводом тихонечко бьет по ноге, сообщая, что препятствие сейчас справа. Если я приложу руку с левой стороны, он видит, что препятствие слева, и, соответственно, бьет с другой стороны. Если я приложу сразу рядышком, то есть прямо перед ботинком, он бьет с двух сторон. Как раз сотрудничаем с библиотекой слепых, мы на них проводили тестирование ботинок, то есть они в нем ходили, достаточно заинтересованы, это достаточно интересный проект, но предложили нам ряд улучшений, благодаря которым оно станет доступно именно для слепых. Потому что все-таки мы люди зрячие, даже когда мы закрываем глаза, мы все равно ориентируемся по-другому. У слепых людей потребности совершенно больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова